андрей хорошо спасибо у меня к вам пользуюсь тем что мы давно не встречались это что мы обсудили до эфира мы затронем еще больше тем поскольку мы с вами договорились мы с вами будем больше в эфире у нас есть такая возможность сегодня давно я не был в эфире поэтому я тоже соскучился да а тем более еще и по общению с вами смотрите я как-то пользовался слушал прогноз одного очень известного астролога женщины и она говорила о том что с момента выбора президента и до инаугурации произойдут очень какие-то странные события которые вообще имеется ввиду американского президента данном случае трампа это мы уже знаем произойдут события которые вообще никогда не происходили в мире который не было вообще в истории никогда не было и не только соединенных штатов в истории вообще мирового скажем вот таких вот президентских выборов не было то есть она об этом говорила еще ну задолго до того как были результаты выборов и что происходило вот буквально несколько дней тому назад случайно я обычно не смотрю телевизор но вот смотрел я была тема достаточно интересная американская телевидение тема была очень интересная маккейн джон маккейн он обратился к четырем главам ведомств пытаясь подобрать русские слова ведомств которая занимается вот то что называется cyber attack то есть кибернетическим атакой да мы знаем о том что наверное уже все знают но я допустим как смотрел это и для меня это было откровение то есть нету то есть было сказано таким образом все четыре главы очень серьезных агент соединенных что крупнейших агент которая занимается именно защитой вот таких вот вещей сказали однозначно то есть это была действительно кибернетическая атака и более того русские russians вообще даже не пытались скрыть следов своего участия в этом то есть это было полностью вот так сказать запланировано и осуществлено как вы это была пресс-конференция продолжалась ну не знаю я смотрел долго она я уже ушел но она еще продолжалась после этого одиннадцатого числа сегодня девятая одиннадцатого числа будет пресс-конференция выбранного президента называет олег президент дональд трамп он будет по этому поводу высказывать свое мнение но речь шла о том что пора ему уже короче говоря того уступить место настоящему президенту то есть это не легитимные значит выборы поскольку это была действительно атака это очень потасованные результаты поскольку все электронно да да я не слышу сейчас что первое вот смотрите очень интересная вещь то есть подача информации которая была на что на серверы как бы считается выборные компании что ваше мнение хочу спросить по поводу того что астролог за несколько месяцев до вообще-то выборов сказал о том что произойдут какие-то события то есть то прав то виноват было так и не было так это не имеет значения в данном случае как они а что значит выбрать там же всего 270 выборщиков там конкретно можно опросить каждого что он проголосовал тут это даже сейчас не об этом компьютеров можно на бумаге посчитать нет меня не понял совсем чем смысл вопроса такого астролог говорит о том что создали какие-то события за и долго до этого это же не было еще причем 270 это было уже постфакт но под это можно подводить любые какие-то я честно говоря я просто не совсем буду искренне говорю я это что угроза трампу принять этот пост такой вопрос да нет как можно увидеть в карта гороскопа в карте президента вот будущего наверно как-то можно я скажу так что именно профессионализма кибера так как будто это озвучено гороскопе трампа не обнаруживает при всем мы прям если мне это было бы что-то другое я просто хочу сказать что у него для здоровья опасность есть вот в это время до 12 января кстати вот это есть почему надо не перетруждать себя своими ну скажем так перегрузкой большой а вот как раз с момента когда уже начнется у него как это называется а инаугурация когда будет никаких там проблем нет ближайшее время дни не наблюдаем я уже говорил на ближайшие там месяца три там таких у него наоборот хорошие ну два точно очень благоприятный период тут идет я февраль месяц кстати февраль месяц месяц затмений и первая половина первые две трети этого месяца у трампа очень благоприятные для него эти затмения будут я не скажу что плохие вот летние в августе затмения те опасны здесь хотя и как не совсем плохие там затмение поражает его еще асцендент я уже говорил об этом еще прогнозе его продолжительность жизни тема это отдельная тема действительно мы об этом понял про эти кибератаки в вопрос если если рассказать о чем шла речь то речь шла о том что на полностью на на все сервера не знаю еще раз я не буду нет именно с астрологической точки зрения что в чем остаются что что надо смотреть то что если почему астролог нет почему астролог за два или за три месяца объяснит как она это видела или это на просто я спрашиваю ваше мнение как она объясняет она объясняет да ну вот я о своем мнении говорю я а кибератаки я не видела кибератаки нет 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 а я она не видела не говорил что будет кибератака она говорила что будут какие-то предпосылки создаться для того что человек может не стать как бы его ну я не скажу я там выступал когда он еще избран был то есть это еще до выборов точнее и этот вопрос был что как бы проживет на этот период или нет в принципе физически от результата выборов до инаугурации и я это говорю что проживет и в общем то единственное что у него вот сейчас под новый год опасность для здоровья как бы у него понижен иммунный как бы порог в это время то есть опасность простуд повышена опасность ну такого характера штрафов каких-то конфликтов с каким-то контролирующими органами у него есть но и какие-то подрывы авторитета есть показатели такого крупных либо не выгодные денежные траты а вот но дальнейшем у него именно на дату инаугурации у него позитивный трим юпитера к солнцу шикарнейший показатель для популярности удачи успеха хорошего настроения оптимизма и так далее мы же смотрим я же объяснял моя мой метод прогнозируем на дату то есть до даты да какие-то там козни могут быть вполне но после хотя есть у него уран оппозицию херона делает если это объяснять как кибератака каких-то врагов там или не могу сказать потому что херон и партнеров каких-то со знаком минус тут уже опять же как мы это можем проверить вот помните когда я говорил про эпоху рыб эпоху водолей что доживем это про кибератаку а была ли она вообще можно начать с этого мы с вами нет я не то чтобы что я не был мы с вами проверить это не можем этот факт который ладно допустим падение самолета там не дай бог как то есть все видят вот произошло событие а это из области такой что она не ну как это увидишь это просто надо верить каким-то документам поэтому надо просто смотреть дату когда озвучена это была информация и первый раз и просто по лекции смотреть по транзита меркурия я бы рекомендовал смотреть правдивая достоверная либо лживая и все то есть у каждого когда эта информация каждому ведь не в один день пришла на каждого свое это вот астрология помогает объяснить например достоверной информации поступила либо ложная об этом кстати часто рассказываю и объясняю продолжение действия ретроградного тоже директного меркурия андрей у нас есть вопрос еще один ваше мнение по поводу того почему многие люди отвергают эзотерические науки то есть каковы причины эзотерические науки почему да большинство людей находятся на начальном уровне своего развития земля это школа и сюда принцип вот как пирамиды поступления то есть первый в первом классе есть более старших классах всегда меньше душ чем ниже стоящих то есть это принцип как бы если можно выразиться такого масштабируемости проекта то есть вот как мы допустим ну как любой инновацию какую-то хотят внедрить например да ее сначала опробует на каком-то маленьком континг допустим на каком-то маленьком городе потом уже на каком-то регионе более среднего там значения потом уже на уровень страны выводят ну например там какую-то там банковскую карту там либо муж я примеру говорю вот параллель с этим провожу то есть технологию потому что сразу на уровень всей страны либо земли выводить чревато глобальными рисками сначала надо вывести на маленький посмотреть что там происходит исправить ошибки следующий также в божественном мире также идет обучение чтобы не сразу всех душ пригнать или в первый класс скажем а там какая-то ошибка в учебном классе обучения и все грубо говоря у всех проблемы первый идет там один кстати по этим в кабале в кабале там же есть эти как они называются ну иерархичность там когда вот идут инсов потом бинах да там этот пошел там кетер вот эти все то есть как бы деление то есть сначала там один был потом стало из одного двое из двух трое и это в общем-то первая пирамида она пирамидальная строить пирамидальность скажем так в пророждении человеческих душ скажем так верховной божественной личностью она она также они и выходят как а верхушка айсберга из воды поднимается поэтому те кто раньше родились те находятся в больше в более старших классах обучения понятно что эзотерические науки это они описываются как я объяснял дальними планетами ураном нептуном и плутоном и возможно дальше еще то есть они невидимые поэтому говорится что эзотерически души то есть это уже уровень обучения ну скажем там допустим плутон десятая планета условно говоря десятого класса обучения а те кто в первом классе они учатся каким-то по меркурию что не там вот я уже рассказывал про хронократеры то есть они начали на уровне как в первом классе учатся там во втором в третьем каким-то начальным предметом и спрашивают почему большинство первоклассе не понимают тригонометрию там но так как потому не понимает потому что они находятся там начальном уровне обучение не пришло время еще и кстати поэтому не надо ни в коем случае насильно как говорится в рай тащить людей то есть не надо насильно давать эти знания человек если не находится то есть именно его естественно как бы сущность не находится его на обучении то на том уровне в том классе в котором ну где когда это преподают она не поймет это рано еще это только навредит ей надо пожить по наступать на грабли ошибок не знающие за террические науки а потом накопив сейчас я договорю этот опыт скажем наступление на грабли она уже когда подходе уже подводят это вот ты видел а теперь хочешь знать что не получать каждый раз ну вот тебе пожалуйста фонарик в темноте которым ты можешь освещать свой путь понятно я полностью с вами согласен я просто хочу добавить в общем то почему не верят дело в том что в ведической системе повторюсь веда это знание была кастовая система принята или сословия ну мы об этом уже говорили это снизу вверх если идти это шутер и товарищи так шатри это браманы так вот если мы говорим эзотерические ключевое слово науки то никому скажем шутером они вообще сто лет не нужно было и что большинство их не меньшинство всегда было и они так и говорится что почему то есть это души уже которые прошли эти уровни и они находятся скажем так на вершине пирамиды ну скажем абсолютно это как раз объясняется что это уровень обучения такой то есть давать человеку ну человек хочет научиться я могу очень много всяких притч рассказывать это будет долго и сейчас в принципе это аниме по эта программа которую мы ведем с андреем отдельно может быть я сам об этом расскажу но это будет другой эфир так вот скажем вайши их надо учить совсем другим наукам им надо учить наукам как продавать как планета меркурий то есть это уровень орбиты начать то есть мы подходим астрологически объясняется до бракманы это уже уран нептун плутон уровне знаний это и войны это рано не пример юпитера тоже больше управления социальные как бы законодательная власть я использую ведическую систему а ну для септенера для для планет но просто я уже объясняю как бы немножко уснув открытыми планетами вот воины правильно по этому выше торговцы торговцы да а вы это кто это марс орбита марс она дальше орбиты меркурия то есть чем дальше орбита планеты тем урок более как бы выше идет более высокий класс обучения имею ввиду класс не класс как даже профессионализм а по класс как школьный класс то есть именно вот это я имею ввиду и и ступень правильнее сказать обучение и она безусловно меньше скажем всегда как любой скажем так гонки школе спортивной да там забеги в легкоатлетическом всегда лидерах меньшинство первые места занимают но единицы и не бывает так что вся основная масса там прибежали ну не знаю там в первые там пять секунд например да то есть они будут в марафоне например они там через несколько часов прибегут вот поэтому совершенно верно это объясняет также ведическую вот концепцию такую что именно шудро всегда больше было вайшнау чуть меньше чем шудро вайши вайши до этих кто-то в следующий шоу шатриев шатри было еще меньше чем торговцы то есть их не могу быть физически больше потому что уровень а бракманов было еще меньше чем шатри потому что уровень обучения более высокий меньше людей могут освоить этот материал сложный ну такова жизнь такого жизнь то есть это не хорошо если у меня была сейчас возможность обратиться к группе нашей радиослушателей и они бы мне ответили я бы задал вопросы дорогие друзья вы еще не устали от нас а если бы они ответили нет не устали я бы спросил андрей бухарин вы не устали я не устали насколько уже час уже общаемся на час вообще надо меру знать у меня просто связки садятся если я долго общаюсь как бы здесь вопрос не в том что я неприятно общаться и я кстати не особо сейчас многое говорит хорошо что майкл что-то говорит ну хорошо тогда мы должны нашу программу закончить я только хотел сказать о том что мы говорили с ну почему-то называет реинкарнация на самом деле называется инкарнация но вот что будет дальше после того как это все произошло ну давайте мы тогда поговорим с вами следующий раз и дорогие друзья у нас есть в планах вот мы должны с андреем определить дату 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 его участие его приглашаю в другой формат программы это не с ангелис радио будет это будет интернет тиви чикаго потому что я пользуюсь когда сам там выступаю меня приглашают то я пользуюсь как раз таки то информация которые я сам беру у андрея и мы будем беседовать в какой-то из дней об этом будет сообщено на нашем канале во первых ну во первых это что это фейсбук сангейтс радио это тройной w сангейтсрадио.com сангейтсрадио.com ну это наш youtube и программа это записывается я надеюсь она метро ретроградный меркурий закончил свое воздействие то есть у нас программа записывается сайбер атакой мы определились вот мне тут написали это было на фазе ретроградного меркурия поэтому это категорически неправда ну не знаю правда не правда собственно говоря я не собираюсь заниматься инвестигейшн это глупо есть люди которые пускай этим занимаются но мне было странно было наблюдать когда такое огромное количество высокопоставленных лиц столько времени дундела в эфире простите и рассказывала как это все было но тем не менее факт о том что китайцы они за два месяца до этого и трамп об этом говорил они совершили такую кибератаку и они хэкнули то есть они украли будем так говорить из базы из правительственной базы двадцать миллионов имен с полностью титулы все короче говоря те кто занимается вот обеспечением безопасности страны это общий известный факт кстати и они это кстати сами китайцы не скрывают и по этому поводу к трамп и сказал а почему сейчас об этом говорят но никто почему-то не сказал о том что 20 общеизвестный факт почему об этом не было сказано что 20 миллионов китайцы имен забрали китайцы почему вдруг начали говорить о том что это неправильные выборы и о том что это было кибератака и о том что там участвуют русские и так далее и так далее почему вдруг ни с того ни сего начали сейчас короче говоря один из наших народов пресс-конференция хотел бы просто здесь в таких вот но такие темы если мы вот поднимаем чтобы они как бы были но скажем так более очевидными что я уже объяснял что вот такие события как кибератака это мы вынуждены верить на слово кому-то то есть это не очевидный факт конечно кроме этого не совсем корректно российская скажу так федерацию называть русскими то есть это не совсем одно и то же то есть российская скажу так про же если было что простите андрей я вас здесь прерву я вас перерыв здесь на этом этапе почему потому что это специфика скажем американской вот действительность есть проживает 25 лет здесь все кто нахуй здесь нет национальности я вообще не знаете поэтому все кто здесь есть это все рашинс а где бы они не были здесь есть американцы которые до сих пор у них россия раша как они называют русские короче говоря это сибири это водка минут как в любой этом поет данном случае я просто ну что ли перевожу с английского на русский язык как это звучит нету никаких не обид я никогда не буду простите американцам те кто нас слушает я имею виду я с ним обращаюсь не ищет меня не за гражданство я имею уже за гражданство довольно давно но дело в том что как я смотрел вчера концерт газманова я рожден в советском союте сделаны я в ссср поэтому как бы тут ни было это моя родина это моя страна а здесь ну по воле обстоятельств так что опять же судьба согласен судьба более того есть возможно сравнивать что-то с чем-то понимаете когда как живанецкий опять же цитирую говорит если не видел другой машины наш запорожец вот такая машина понимаете поэтому сравнивать я был в индии я был очень из серьезных местах и когда я читаю кто-то описывает индию там не побывав или в командировке был не смешно вы туда поедте в этом побудьте с этими лишениями с этими переходами и тогда я мы побеседуем поэтому сейчас мы говорим с точки с точки зрения той информации которая нам поступает только и всего но вопрос еще один на наши радиослушатели задает разрядить обстановку так рубль доллар евро нефти которая падает и падает если это растет в цене растет хоть и не спрашивают ну вот я говорю что на февраль то есть период такой стагнации мы как бы был период аспекта вот дело 25 числа а я озвучил что как бы что последний день где-то под новый год влияние но пока еще держится то есть новых контр движения нет контр движения которые ну скажем так когда поражаются сигнификатор нефти они на февраль попадают поэтому период января вам относительно спокойный месяц вообще действительно спокойный месяц вот по поводу опять же там ответ на то что будет у трампа там проблему спокойный месяц январь вот если бы на брация была по феврале на затмение вот там да можно сказать что могут быть могли бы быть фатальные какие-то неприятности по поводу доллара и евро ну посмотрим давайте что гороскопу центробанков показывает давайте веса на текущий месяц ну евро плохие показатели чем ближе к затмение чем хуже то есть можно сказать стратегически что я пока без доллара просто говорю что по гороскопу центробанка европейского центробанка и цб события у них со знаком минусов посмотрим что фрс это федеральная резервная система сша ну условно говоря это где доллары печатают а у доллара с идет двойственная ситуация с одной стороны отрицательный из показатель а с другой стороны одновременно идет положительный но положительный формирует более дальняя планета поэтому здесь можно сказать что очень вероятно что этот аспект формирует так как принципе у фрс есть хороший плохой показатель а у и цб только плохие то можно предположить что опять же на затмение в паре доллар евро особенно во второй половине вот где-то с числа уже 14 с 15 января начнется тренд по очередному падению евро и росту доллара но если паре мы смотрим очень вероятно что евро доллару вообще может один к одному выйти то есть сейчас же там пять процентов разница до приблизительно там евро дороже доллара то есть динамика падение евро по гороскопом центральных банков на конец января и начало февраля показано в том что евро падает доллар растет спасибо ну давайте это дополню поскольку это уже так сказать да я технически да я технический анализ я делал анализ по поводу рубля у меня есть два видео записанных ну и вот я предполагал и об этом кстати говорил о том что рубль будет усиливаться то есть доллар будет падать рубль идет вверх по отношению к доллару то есть короче говоря доллар примерно 55 56 57 я это прогнозировал еще в прошлом году и тенденция будет сохраняться до какого то дальше будем посмотреть как говорится по поводу евро и доллара я с вами согласен на скажем большой срок на более долгий срок евро идет к единице но его конкретный таргет 99 дело в том что сравнивать один к одному нельзя поскольку индекс доллара он состоит из шести соотношений доллара к другим валютам индекс евро это индекс евро но британский фунт будет падать стратегический фунт идет тоже один к одному доллару скажем так уже для британии с одной стороны это кстати хорошо для этих производителей британских когда ослабление внутренней валюты она делает ее продукцию более конкурентной на рынках то есть можно сказать что акции каких-то там ягуаров по идее должны расти это интересно даже следить так лет или нет так так многие государства в общем-то и делают но самом деле экономика любой страны она характеризуется первую очередь валютой чем серьезнее валюта тем будет серьезнее экономика поэтому скажем так укрепление доллар кстати будет когда он был 96 я об этом тоже говорил то есть прогноз был 98 100 100 101 103 мы дошли до 100 3 но это не потолок то есть будет 105 будет 108 вот потом это все полетит по страшной силе то есть биткоинс биткоинс которые ну никто никогда не воспринимал до сих пор не воспринимая статья смотрел если он же сколько уже 700 где-то доллара вы уже отстали он уже был 1150 нет ясма я начал этим смотреть когда он был 250 то есть я знал что он будет тысячу то есть я после я не знаю как это им оперировать для меня это пока непонятный этот самый инструмент но потом резко полетел вниз и сейчас он восемьсот восемьдесят по моему с 1100 то есть очень серьезно полетел буквально за три дня но это та информация которая дорогие друзья ну кому она неинтересно тому она неинтересно кому это надо ну может получить я вчера записал видео по поводу у нас про технический анализ там много технических терминологий поэтому не рекомендую андрей хорошо давайте мы отпускаем ваши связки и до отдыхайте и мы пойдем обрабатывать это видео поскольку мы тоже сегодня берегите себя отдыхать им пока за идет по мутабельному кресту перерабатываться не рекомендовано до какого числа вы говорили я верю до декабря сейчас скажу но у каждого свое там главное когда солнце он прекращает бить потому что самое опасное когда сатурн поражает солнце это самый период такой тяжелый жизни каждого из нас это период депрессии приливут жизненных потерь когда кто-то из близких входит из жизни такой сатурн ну так лупит понятно так у меня это получается сейчас таблицу эту для ну 20 декабря 2017 года но практически целый год уже меньше уже можно сказать 11 месяцев с половиной не перед не перетруждаться до до через одиннадцать с половиной месяцев ну скажем так ну терпеть еще два с половиной года вот в одном знаке так вот гуляет поэтому девашку два года и три месяца где то так то есть это касается тех людей которые всех но практически всех кто но опять же кому раньше кто скажем рожден в начале знака да там имеет того в начале скажем этого срока он уже скажем так проверил на прочность а сейчас проверяет на прочность те кто рождены в конце этих знаков скажем так ну где-то с 15 числа вот по 20 вот так где-то ну вот когда 21-22 заканчивается 20 обычно переход идёт за на 20 понятно хорошо андрей все еще раз спасибо вам большое за ваше время за очень интересную программу дорогие друзья спасибо вам что вы нас внимательно и терпеливо слушали вот я смотрю по графику вы не уходите несмотря на то что может практически прощаемся минут пять программа записывается будет выставлено мы будем очень рады вашим замечаниям комментариям любым причем и все вопросы которые вы имеете задавайте пожалуйста мы их озвучим андрею там поступил вопрос где с вами можно встретиться андрей имеется ввиду в интернете в интернете да там контакты есть телефон мы есть официальные точно звоните либо пишите и мы не через радио передача с договариваться спасибо андрей и до новых встреч до свидания майкл и хочу сказать что если где искать меня пусть наберут в интернете островок андрей бухарин и найдут контакты еще слава богу у нас существует такая возможность интернете выяснить все до свидания до свидания